Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Меднецкая Наталья, я являюсь специалистом компании Кадрлайн и сегодня мы с вами рассмотрим, как правильно оформить учебный отпуск в 1С зарплату управления персоналом. Нередки случаи, когда в организации трудятся работники, которые выполняют свои рабочие обязанности, одновременно обучаются в учебных заведениях. Соответственно, бухгалтеру необходимо будет оформить такие операции. Сразу хочу сказать, что рассматриваемый отпуск подразделяется на оплачиваемые и неоплачиваемые. К первому можно отнести тот случай, когда работник получает образование по вечерней форме или заочной. Во втором, это обучение по очной форме или же когда сотрудник получает как минимум второе образование. Чтобы организация могла оформить учебный отпуск работнику, он должен предоставить заявление и справку о том, что он является студентом учебного заведения. Последнее в свою очередь должно иметь соответствующую аккредитацию. Если работник является совместителем или числится в организации по договору ГПХ, то в этом случае учебный отпуск не оформляется. Более подробность данной теории и по данному вопросу можно ознакомиться в соответствующих статьях Трудового кодекса Российской Федерации. Далее перейдем к оформлению учебного отпуска. Первое, что необходимо сделать, это проверить настройки, что учебный отпуска вообще предоставляется. Для этого нам необходимо с вами открыть раздел «Настройка» и далее выбрать пункт «Расчет заработной платы». В следующем окне нажимаем гиперссылку «Настройка состава начислений и удержаний». В окне настроек переходим на вкладку «Отпуска». В окне с настройкой должна быть установлена галочка «Предоставляются учебные отпуска». Если ранее она не была установлена, то после этого необходимо нажать на кнопочку «Применить» и «Закрыть», соответственно поставив данный флажочек. И ждем. Вернемся с вами в раздел «Настройка» и «Виды отпусков». В конфигурации уже имеются предопределенные виды оплачиваемый и неоплачиваемый дополнительный учебный отпуск. Для оформления самого учебного отпуска в программе используется документ «Отпуск». В документе будет рассчитываться размер зарплаты работника за время отпуска. Для этого переходим в раздел «Зарплата», «Отпуска» или здесь «Создать отпуск». «Создать отпуск». Выбираем месяц. Выбираем сотрудника необходимого нам. Организацию, если мы введем несколько. И далее переходим на вкладку «Дополнительные отпуска». И устанавливаем галочку «Предоставить дополнительный отпуск». В табличной части в колонке «Вид отпуска» выбираем наш оплачиваемый отпуск. «Дополнительный оплачиваемый отпуск». И указываем дату начала и дату окончания. Две недели. После чего программа сама посчитает количество дней. Заработок сотрудника на первой вкладке «Основной отпуск» также будет рассчитан программой автоматически. Выплата в нашем примере осуществляется в межрасчетный период перед отпуском сотрудника. Далее останется провести документы при необходимости вывести на печать доступные печатные формы. В том числе сам приказ о предоставлении отпуска по форме Т6. Печать. Приказ о предоставлении отпуска Т6. Ждем несколько мгновений. Соответственно приказ у нас с вами выведен. Нам необходимо его напечатать либо сохранить. Вот так вот все просто. Можно оформить учебный отпуск оплачиваемый либо неоплачиваемый. И спать спокойно. У меня на этом все. Если останутся вопросы, пишите под этим видео. А я вам желаю хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok